Наверное, начну всё-таки запись. Да, давайте посмотрим. Итак, у М5 Адмирейшн играет у нас на Профити. Блад Энджел на Хаос Найти. ПГГ на Энигме. Я даже не глядя посмотрел. И сказал Сайлент на Апарэйшене. Ну и Вигас на Лишаке. Вигас использовал Сноу. Агрессивно играют. Снупи на Шейкере. Гоу Доут на Чене. Мишка Шатан. Музыка на Аквапе. И на Энигме. Но потом я свечнусь на Зенит против ДК, с вашего позволения. Потому что LGD должны Evil Genius разорвать. А вот кто Зенит или ДК, будет интересно. Хотя, вдруг... Нет, всё-таки я, наверное, спрошу вашего мнения, вашего желания. Потому что сам не знаю. Мне хочется и то, и то посмотреть. Мне точно не хочется смотреть М5 против Айл. Не знаю почему. Но, опять же, я посмотрю. И если уж мы будем смотреть эту игру, то прокомментировать я буду нормально. Никак. Не так, что вы меня заставили. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Блик. 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 А, может умереть сейчас. Ну, добить его чем-нибудь, профит. Такой Вася. Адмирейшн просто... Хотел убить, но мув-то, конечно, глупый. Потому что даже если бы он убивал Шторма, он бы никуда не уходил. Адмирейшн сам это понимает. Какой он сделал вообще фигню. И что так игроки нормальные не делают. Обычно. Обычно не делают. Но в редких случаях делают. Потому что Адмирейшн это хороший игрок. Адмирейшн убивает. Зато Шторма. Хорош. Адмирейшн убивает его ультом. Наказал. Вот так стоило сделать изначально. Просто убить этого Шторма ультом. А не... Телепортироваться профитом. Так, так, так. Зенит мы еще успеем. Глянусь. Ульт Апарайшна. Ульт только по чену, к сожалению, попадает. Адмирейшн что-то фиданул. Двух убил. Кстати, у нас идет всего лишь 16 минуты игры. Несмотря на то, что вот в такой активной стадии. И там уже был Аегис. То есть что-то очень интересное. Гудот. Хороший ультимейт. Чен сжигает Вигас. Нет, все. Минус Чен будет. 9-9. Давайте посмотрим, за кем преимущество М5 ведут. Я так понимаю, какая-то очень жесткая агрессия была. И с быстрым Рошаном. Кстати, можно посмотреть. А, часов нету. Шторм убивает Апарайшна. Кстати говоря, можно вот как только появится Рошан, примерно посмотреть, на какой минуте его забрали. Пока что... Непонятно. На 10-й где-то минуте. Ну, потому что уже... Еще его нету. И буквально 3 минуты осталось. До 20-й минуты. И Блэкхолл от БГГ. Вот это очень классно. Ну, давай, стан. 2 секунды. Влика. Еще чем-нибудь зацепить. Ну, что же это такое ты будешь делать-то? Ну, и БГГ. Даже хороший Блэкхолл от БГГ не приносит смерти, к сожалению. Это тревожная тема. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не самый яркий показатель, но нормально. Во всяком случае, он сильно не отстает ни от кого-то, как по ГГ немножечко и вообще в топе. У Медведя также очень много, но и вот у Бладенджел тоже хорош. И у Бладенджел будет Армлет. Так, здесь Рошан, и Рошан был как раз-таки на 10-й минуте, я так понимаю Но опять же, так как мы включились в игру, да Атакуют Рошана Заходят дефить, ой, заденаять бы Ну какой красавец Сайланд Сайланд сденает вышку Забегают на Рошана, пытаются забрать его Холдфит от Оперейшена Рошан замерзает, еще какой-нибудь Станчик бы Ну и что, неужели не видят этого сейчас Аэл? Аэл вообще ничего не видит Просто им зашли на Рошана и убили Рошана Тут же Смоки, и сейчас в Смоках стандартная такая тема После Смоков, после Рошана тут же Смок, и тут же бежать, кого-то убивать И могут зацепить сейчас музыку Стан, давай ей Да что такое-то? Такой вообще фейспаун Стан Шейкера Хорошо, попадает Шторма краешком Шейкера успевают убить Ульт от Хаус Найта Ну давайте, заковыряйте еще кого-нибудь Ну что ж так плохо-то? Такую ситуацию использовали Блад Энджел не мог просто Стан откинуть То ли там Вижена не хватало Хорошо, сейчас Шторма Можно из-под полпит не выпустить ПГГ великолепный Блэккоп четверых Вот это Блэккоп от ПГГ Лишак сжег Ульт Шейкера Ульт Шейкера не очень хороший Не так много урона Не так много крипов было Минус Шейкер Блад Энджел умирает Но Блад Энджел Айегис Великолепное использование Айегиса Два раза убивают Шейкера Он вынужден байбекаться Шторм тоже уходит Ну только не прикопка Оооо Адмирэйшн уходит И везет Везет Кое-где сейчас М5 Да Игра-то тоже получается Очень Такая Эпическая 12.11 в пользу команды Moscow 5 Шторм ловит Вигаса Ну как же так-то Это вот не то, что нужно сейчас было Просто Вигас взял и отдался А у Штормата еще и Бладстоун И Шторм получил себе лишний заряд Это всегда приятно Ульт Ульт Апарэйшена Но Бладэнджел просто-напросто использует Инвиз Или он был Нет, он был в Инвизе Он просто не решился сюда лететь, драться Ну с Мишкой Мишка слишком прочный У Мишки появляется Родианс на 22-й минуте С одним лишь сапогом Ну с фейзами Нормальный такой Родианс Шейкер Хорош ПГГ Да, Энигма от ПГГ все лучше и лучше выглядит Ну нужно, нужно добивать ее до совершенства Доводить Шторм Находит сейчас Вместе со Снуби ПГГ Ну ПГГ Меку успеть дать Меку успевает дать Еще Чуть-чуть урона Хорошо В Шарма попадает Шторм без маны Шторма можно Убивает Лишах Убивает Шейкера снизу Ну еще буквально один удар Да, к сожалению Шторм уходит Шторм уходит И ульт Апарэйшна перестал действовать Поэтому Шторма Шторма не убила Так бы 140 хп ему нужно было оставить Или даже не 140 Там чуть побольше Если у Апарэйшна второй ульт Нет, у Апарэйшна только первый ульт Что-то у ПГГ Да, действительно Слишком много хп было как-то Фу, били, били, били Потом вкастовали станы Сначала снесли ему 90% А последние 10% Никак не могли снести Во многом благодаря Меке Но не только Меке Ну как Сколько можно отдаваться По одиночке Вот так вот У меня просто нет слов И теперь летит Бладенджел Когда тут уже ничего нету Да Это фейспал Когда нужно было лететь И спасать профита Бладенджела не было Когда профит умер Бладенджел пошел в атаку Причем потратил ультимейт Ну конечно М5 С такой игрой тяжело будет За что-то цепляться Даже с Аэлами не могут справиться А Аэлла это далеко не самая сильная команда Ну и причем ладно там не могут справиться Но такие какие-то ошибки Минвиз еще раз от Хаус Найта Зачем Хаус уйти за километр до двух плинкеров Я не знаю Я не могу ничего понять Мне вообще в такие моменты хочется Сесть Поиграть в доту Понять насколько Это все тяжело И почему такие ситуации порой возникают И вернуться только после этого в комментирование Ну действительно Когда играешь сам Ты понимаешь почему так все вышло Понимаешь что где там Тут ошиблись И все не выглядит так плохо Да ты понимаешь что это фейл Но когда ты видишь это со стороны Хочется просто Стормливает оперейшн И сейчас еще этого парня зацепят Нет уходит Не было ничего абсолютно Минус еще оперейшн Ну блику просто вот так вот берут И отдают киллы 8 зарядов в Бладстоуне Квапа блинк Медведь там фармит Медведь кричит Кстати что хочется отметить Медведь еще не выходил вообще В какой-то такой пуш Нет ну это действительно нормальная тема И у команд у которых Там пошел какой-то разлад в игре Именно не глобальный А именно в конкретной игре Это нормально Это бывает Вот такие вот непонятные ульты Но вы сами видите Вот почему-то мы смотрели игру Зенит против ЛГД И я там ни разу не схватился За голову Вот так вот Никакой ошибки такой не было Там вообще Было все настолько жестко Что глазу заметно были только Ну какие-то такие Да Где одни чуть лучше чем Другие чуть хуже ошибки В игре наве тоже конечно Таких ошибок заметно не было Потому что там просто происходил Какой-то бред Там просто они отдавались Не показывая вообще ничего На что способны Ну М5 М5 в смоках М5 кого-то ищут М5 находит медведя Медведь видит их Своей мишкой ПГГ великолепный Дают блинк Такое ощущение Что играет на огромном пинге Потому что не может дать Малифайз медведю Тут же влетает Вот Пин оф пейн Пин оф пейн Убивают Хорошо Вот это хороший ульт У ПГГ нету Блэкпол Потому что он просто умирает Тут же выкупается Летит обратно Шейкер Дает Хороший ультимейт Лишак продолжает Джейдж Стан Минус Лишак Ульт от попы Просто великолепный Ульт от опарейшна Минус опарейшн Минус профит Блэкхол Блэкхол А у Бладенджела Нету ничего Вот это Блэкхол Бладенджел Сейчас все равно убьют Он будет переключать Армлет до конца Вот это класс Все Минус Бладенджел И 5 в 1 В итоге размен Ну что 1-1 Вот лучше бы Мы смотрели Что-нибудь другое Честно говоря Чем меньше Только одни расстройства С этим именем 5 Даже Дарр Не смогли свою игру Выиграть вторую И до конца Порадоваться не удалось Великолепный Блинк Мишки Чтоб он не получил урон Как прям Увидел Видно Апарейшна Ну Блэкхол Вот такой вот В начале Если ты его делаешь В начале Замеса Это великолепно Но если ты его делаешь В конце Это вообще Ничего Это хуже Чем Если бы ты его не делал В прямом смысле слова Потому что Если бы ты его не делал То ты бы его оставил Но потом хотя бы А так Блодензел Даже не понял Разворачиваться Или нет Ну и что Аэл Аэл Решили еще Немножечко Подождать Прежде чем Находить Финальный пуш Ну Как сказать Финальный пуш Они здесь могут Даже Несколько Финальных пуш И делать Никогда Не знаешь Какой из них Окажется Последним Все зависит От того Как будет Обороняться М5 Но шансов Выиграть У них Я уже Вижу Очень мало С таким Отставанием По опыту Еще по золоту Они сильно Просели При этом Смотрите Здесь тир 2 Вышки Все целые Все тир 2 Вышки Целые Ну да Они естественно Имеют неполное Количество ХП Шторм Шторм 14 Зарядов В Бладстоуне 14 Зарядов В Бладстоуне О мой бог Это столько Маны Это просто Невероятное Количество Маны Точнее Маны Регена Еще Зарядов 10 И Шторму Вообще Ничего не страшного Будет Он может умирать И тут же Возрождаться Он может Лететь Там чуть ли не через всю карту Потому что Регенов Будет позволять Нам конечно Нужно порядка 50 Зарядов В Бладстоуне Чтобы по моему Вообще не терять Ману И такое в принципе Вполне возможно Потому что он теряет Ее в зависимости От максимальной Маны Плюс там Интересная формула Там Ну вот оно Написано 15 плюс 7 За Первый За то что он Скастовал Эту И 10 Плюс 1 Процент За последующие То есть Чем больше Маны Ты тем больше Теряешь Но тем меньше Для тебя Вот эта десятка Если мало Маны То тебе Эта десятка Очень сильно Бьет по карману А еще 1% Считается Но В идеале Можно добиться Такого регена Что Можно было бы Летать Но он стоп Вообще По карте Совершенно Не садясь Для этого Нужно Я не знаю Сколько зарядов Но мне кажется 100 будет Достаточно 100 зарядов Бластстоуни Это Как минимум 100 Единиц Регена В секунду Ну может быть Чуть больше Это Конечно Забавная Такая теория Которую на практике Мы вряд ли Когда-то увидим Потому что Если у штарма Будет хотя бы 30 Это уже игра Закончится Фактически Все эти 30 зарядов Это значит Что он 30 раз Его команда Кого-то убил А он при этом Ни разу не умер Еще один Рошан Это третий Рошан Уже Этот Рошан С сыром Ну здесь Два Противника Хорошего Класса Равного Потому что Что М5 Что АЛ Они примерно равны Но я бы сказал Что М5 Чуть посильнее Правда У них Ничего не получается Мы видели Первую игру Где они Неплохо Выступили Но пока Вот прям Совсем приятное Впечатление На меня Только игра Первая игра Дарр Произвела Да и в общем-то Какие-то моменты Во второй Тоже были Приятны на глаз Это что касается СНГ Но и не так много Мы пока что Игр видели Энигма Блинк Шекер Фиссура Шекер Авторшоком Станет В этот момент Профит Очень неплохо Использовал Свою вторую способность И просто Разнес вышку Здесь конечно Медведь Медведя нечем Пробивать Он слишком толстый У него кераса И начинается драка На миде Она назревает Но пока что Еще не начинается Если быть точными Ну Шторм Ставит Кучу Статик Ремантов Смотрите на его Реген Его реген Составляет На данный момент 23 маны В секунду Очень много Нереально много Профит С дезолятором Ну Профит Сейчас может Не улететь Да Цепляют Профита Очень много Урона С очень далекого Расстояния Делает ТП Шторм 24 Реген В секунду И еще Плюсик Вкачал 24.7 Почти 25 В этот момент Попытка От ПГГ И компании Забрать Рошана К сожалению Это все Спалили И туда уже Бежит Медведь Медведь Бежит на всех парах Ульт Шейкера Ульт Шейкер Не самый хороший Вариант Как по мне Ну потеряет он Свои там 400 хп Использует стики Или ему дадут Какой-то хил Возможно Есть урна У кого-то Мека есть Могут меку дать Может он просто Стики прожать Шторм Находит Аппарейшн Минус Аппарейшн Аппарейшн Его форстафит Ой Зачем Развернулся Мега килл От шторма 16 зарядов Бладстоуни Медведь Начинает Разносить Тем временем Рошана Рошан 10500 хп Это еще не самый большой Рошан Который может быть Додик Забирает Аеги Слон Руид естественно И уберет Шторму уже он Нафиг не нужен У него есть Бладстон Он вот забирает сыр Сыр если заюзает То великолепно Но я думаю Что следующая битва Даже если шторм умрет Это такая тяжелая ситуация Если он умирает Самым первым И вообще никому Не успевают Нанести урона То это Хорошо Для Moscow Fight Если они Начинают атаковать Кого-то другого Просаживают его По хп Допустим Мишку Потом второго И потом убивают Шторма Это просто полный фейл 16 зарядов Бладстоуна Там хил будет На Я не знаю На какое количество По-моему он Восполнит полное хп Любому сейчас Если Шторма Убивают В последнюю очередь В принципе тоже неплохо Но в любом случае Он достаточно быстро воскреснет Но зато Если его убивают В последнюю очередь Он получает 2-3 заряда Еще от Бладстоуна За счет какого-то Размена Который по-любому будет И опять же Все не очень хорошо Профит сверху С дезолятором Активно ломает Вышки Но даже с дезолятором Медведи он не может Пробить 2-700 хп Он слишком долго Ковырять будет Здесь же кстати ПГГ ПГГ вызывает Идолонщиков И телепортируется Домой И что И профит уходит Домой Ну все Сейчас линию Вот этот Медведь Сдержит Не позволит Ее разрушить Вышку И даже Атаковать вышку Шторм Пошел Цепляет Оперейшн Сайлент Сайлент минус Отличный ульт От Клопых А Уснает Включает поздно БКБ Великолепный Блэкпол На этот раз Кого-то там зажали Это Медведь Медведь Медведя убивают Еще остается Лондруид Сам Собственные Персоны Но ульт От Шейкера Да Это 2 в 0 2 в 0 Стан Медведя У Медведя Есть Аегис У Шторма До сих пор Есть Ир Вот он его Как раз Напитратит Восполняет Себе Полную Ману Бьет До широка Трипл Килл От Шторма Это Ультра Килл От Шторма Что делает Блик Нет Не рискует Но у него 20 зарядов Блодстоун 20 зарядов Это такая Жесть Профит Где ты Нашел себе ДД Это минус Вторая линия Ульт Это пара Ульт Не попадает По Шторму Нет Попадает Самым краешком Лешак Врывается Получает Слишком много урона Это минус Лешак Шторм Летит дальше Боже мой Что творит Шторм Убивает Квин оф Пейн Нэчер Профита И Сайлент Опять умирает 23 зарядов Блодстоуне Ублика Это Просто жесть На 3 секунды Время возрождения Каждый заряд уменьшает То есть он уже 20 На 69 секунд Себе Укоротил Не спал Еще один заряд Блодстоун 24 Ну и давай До 25 Добивай Ну Хорош 25 зарядов Гель 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 Время